Всем привет, с вами Дабгай, и мы продолжаем играть за Японию в Казирайх. В прошлой серии мы здесь победили в Индокитае, захватили Индонезию. В общем-то, все западные колонии здесь повозвращали в контроль Азии. И теперь мы планируем завоевать США, скорее всего. Плюс-минус Индию, и плюс-минус помочь как-то Рейхспакту в Европе. Поехали! Филиппиносты попросили собак. Я посмотрел, в принципе, чего бы и нет, пускай возьмут. И вот так вот примерно выглядит теперь здесь вся территория. Это португальские территории, господи. Я сразу и не понял. Повыделял я еще тут, чуть-чуть странно, потому что там только резина. Но, в принципе, не сильно страшно, нужны эти территории. А лишнюю стабильность зачем терять? Нефть все равно находится не там. А нефть я себе и оставил. Так что как-то вот так. У нас здесь очень много резины. Можно сказать, что каталиномер почти все. Мы единственное отдали Сяму в этот регион. Я так посмотрел, подумал. Мне здесь нет необходимых ресурсов. Резина и так навалом. Пускай Сям возьмет себя. Сям, кстати, очень плотненький такой. Я очень доволен. Единственная армия у него все еще маленькая. Флот все еще маленький. Авиации все еще нет. Но заводы есть. А как я и говорил, мы заглянем в Индию. Прежде чем как ехать в США. Так что приходится нападать из Сибета в Индию. Вообще можно было из Бирмы. Кстати говоря, я забыл, что Бирма это страна моя марионетка. Но ничего. Если говоря, делаю я фокус на посадить деревья Сакуру. Здесь вот у нас есть выбор. Отдать все территории Фэнтяню. Или оставить себе все морское побережье. И оставляя морское побережье. Был бы здесь вариант послать его нахер и захватить. Я бы выбрал его. Но у нас такой опции, к сожалению, нет. Потому что это не моя марионетка. Ресурсы из нее вытаскиваются очень сомнительно. Но что поделать? Возьмем так. А вот и, кстати, Попадение Рекс Пакта. Приехали. Так вот. Я бы его и не брал, но здесь такой сладкий. Потом бонус есть. Что надо брать. Какой-то абсолютно неизвестной мне магией. Эти территории отдаются Доминиону Индии. Почему? Абсолютно непонятно. Вот как эти регионы передались Доминиону Индии. Вопрос для меня просто все еще открытый. Что поделать? Ну, пойдем мы сейчас отсюда. Если они здесь будут отдаваться Доминиону, нет. Слава богу, нет. Это было бы вообще смешно. Капиталировала коммуна. С ней мы получим совсем немного. Но все еще пойдет. Но самое главное, что мы получим здесь кое-какую базу для того, чтобы дальше завоевать Индию. Ну так, вот оно. Сейчас мы перебросим сюда наши войска. Плюс я уже здесь готовлю выездку вот сюда. Хотя примерно вот так выглядит Европа после мира. Здесь раздробленная Германия. Австралия с другим правительством. Ну, они все сейчас воюют. Сент-Анте, я так понимаю. Хотя Франция, конечно, стала намного сильнее после этих войн. Посмотрел я тут, что здесь один пункт их не выполняется. Что вот эта провинция должна быть нашим союзником. Ну, как бы он типа наш союзник считается по этому миру. Мы ему отдали весь Китай. Черт возьми. Но по какому-то... По какой-то причине не считают они это нашим союзником. Забавно. Видимо, они должны какие-то фокусы сделать, чтобы я мог нажать эту кнопку. Я чувствую, что мы просто вот так вот сделаем и... И успокоятся. Все. Наверное, слушайте, я... Так сделаю после Индии. Так, нам объявила войну Индия. А вместе с ней и вся Антанта. Ну, я успел, слава богу, сюда войска, конечно, подвезти. Единственное, я подумал, что они передумали. И начал готовить войну на Раджей. Смотрим, что из этого получится. Лизники, на самом деле, наши более-менее полезные. Они даже где-то что-то почти что гарнизонит. Правило, и по-быстрому сюда. Нашу армию нам нужно высадиться срочно в Австралию. И также здесь португальский гарнизончик убрать. И вот здесь вот. И потом, наверное... А, ну, это и той Австралии и Новой Азербланде. Отлично. Вот здесь гарнизон португальский мы сейчас ликвидируем. И пока что просто Индию захватываем. В принципе, нам пока что особо ничего не угрожает. Но все равно надо быть аккуратным. Кроме того, наверное, мы высадимся в Канаде. Но, может, просто поедем в Африку. Нам, в принципе, и то, и то нужно будет победить. Кстати, Германия вступила в Антанту. Скорее всего, в Африку мы высадимся. Но там такой дрочь будет. Посмотрим. Вот мы автоматически напали на Раджей. Здесь, кстати, майн-павер подзакончился. Я, потому что сделал всеобщую мобилизацию. И ждал, пока у нас будет нарушенный призыв. Наконец-таки накопилось у нас. Мы можем опять почувствовать себя людьми. Впуск проходит особо без проблем. Здесь только по одной дивизии в каждой провинции. Наш флот я все еще пока не использую. Хотя, в принципе, можно было хотя бы вот так сделать. Но, вообще, мы и без этого успешно справляемся. Кроме того, здесь почти что нет войск. Поэтому мы без проблем вообще продвигаемся. У них там где-то на севере какие-то войска есть. Ну, удачи им. Кстати, помогаем даже вот в этих боях. Потому что почему бы и нет. Ну, идем. Мы почти что завоевали, можно сказать. Стоит сразу думать о том, что делать дальше. Здесь тоже войска наши горят. Надо помочь им дать превосходство на море. Забавно, что португальская войска здесь все-таки были. Ну, что же такое. Пол концессии мы одобряем, потому что концессия это на наша страна. Падение дали отлично. А тут мы Раджей здесь закатали с двух сторон. Очень успешно. И захватываем. Стоит все лишь доминион Индии. Здесь у нас в Индии непосредственно. Вот Индия капиталировала. Добиваем тут какие войска оставались. И можно начать думать о том, что мы как бы гарнизонами защищать. И куда мы сейчас будем высаживаться, кроме Австралии. В Австралии мы как раз только что высадились. Отлично. Вот у нас этот вопрос, судя по Индии. Подумать. Но я думаю, сделать просто большую индию-марионетку. Я немножко не так это себе представлял. А остальные территории? Блин, ну ладно. Также решаю, что пора разобраться с этим чудом бесполезным. Поэтому я делаю Казбели. И мы тут готовим на наступление. Здесь интернационал уже высадился в Африке. И меня это радует, потому что мне не придется, возможно, туда высаживаться. Хотя, скорее всего, все равно придется. Потому что пока они отсюда дойдут вот сюда. Пройдет, не знаю, несколько лет. Хотя я бы, конечно, хотел просто высадиться в США. Но и оттуда, возможно, в какую-то Канаду. Тут Франция капиталировала. И ее поели. В общем-то, мне это приятно. Из великих держав остается... Остается Германия и Канада. А здесь Париж против Москвы. Ничего себе. На самом деле, это меня радует. У России очень неплохая армия. Я в нее, в принципе, верю. Там подняли добитетельные службы. Там 10 миллионов в резервах. Здесь огромная армия в резервах. Так что болеем за Россию в этом конфликте. Стоит, я думаю, побольше покупать Россию. Я все еще покупаю ресурсы у Франции, потому что... А что поделать? Но теперь больше покупаем у России. И дальше потихоньку захватываем Австралию. И здесь всякие острова. У нас подъехала Эвент о том, чтобы сменить власть как раз-таки Фонтяня. И чтобы они пошли по... Как бы... Союзу с нами. Но даже не знаю. Вообще, да. Почему бы и нет? Но я, скорее всего, все равно... Сейчас буду ее захватывать. Посмотрим. Смотрите, все, однако, вышло нормально. И нам даже не придется воевать. Он пришел к власти и просто стал марионеткой. Меня тогда все вообще устраивает. Это тогда дешевый ресурс, который не требует гарнизонов. Так что отлично. Можно сфокусироваться на нашем фронте здесь и на выстке уже в США. Мы, наконец, продвинуться неплохо в Австралии. Высозериваемся в Мостродавной Зеландии. Наша здесь армия готова к выстке в США. Очень грубая. Но, я думаю, пройдет и так. И мы вот-вот готовы, собственно говоря, туда направиться. Не знаю, я не очень уверен, как мы оттуда доплывем. Нам здесь не очень хорошо хватает радиуса. Посмотрим. Опять-таки капитулировала Австралия. Ставила собой неприятный остров. Вот этот вот. И здесь тоже небольшой островок. Но, в целом, плюс-минус, у нас уже здесь безопасно все. Здесь неплохо Франция пробивается в Африке. Здесь тоже какие-то бои ведутся. До нас, я думаю, никто особо не доплывет. А я нашел, как решить проблему со снабжением здесь. Нам просто Мексика без проблем решила дать порты. Следовательно, наш флот уже у американских берегов. И мы, в принципе, вполне себе готовы отражаться с вражеским флотом. У нас неплохой Адмирал. Очень сочный флот. У нас очень много авианосцев. На подходе у нас еще много авианосцев. Причем это уже четвертый уровень. И попозже мы начнем еще и крейсеры делать. Но я не знаю, дойдет до этого дело или нет. Так что в следующей серии мы уже будем высаживаться в США. А в этой мы уже полностью добили вообще все здесь страны. И, можно сказать, разбили Антанту. А с вами был Дубгайм. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Все, как обычно. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok